здравствуйте уважаемые зрители канала сегодня наш новый выпуск на тему неприкасаемые кого не трогали советские снайперы во время великой отечественной войны в дневнике одного из немецких солдат сохранилась запись русский снайпер это что-то очень ужасное от него не скроешься нигде малейшая неосторожность и сразу получишь пулю между глаз только в темноте можно чувствовать себя в безопасности впрочем гитлеровец одновременно и ошибался и несколько кривил душой во-первых советские снайперы многие из которых были бывшими охотниками и сибири и регионов крайнего севера где полярная ночь явление обычное вполне уверенно чувствовали себя и в темноте немецких офицеров они научились вычислять по огонькам сигарет блеску пенсне петлицам и наградам во вторых далеко не каждого даже среди захватчиков ждала неминуемая пуля выпущенная из свт-40 хотя в период первой мировой войны снайперские подразделения показали себя весьма неплохо в контексте высокотехнологичной войны многие государства не уделили им должного внимания многие но не все в ссср еще в 30-х годах было хорошо поставлено обучение снайперскому делу одним из массовых видов спорта стала спортивная стрельба ну а значок ворошиловский стрелок стал желанной наградой среди взрослых юношей и девушек надо отдать должное руководству советского союза и красной армии которая здраво оценивала возможности одного хорошо обученного стрелка по деморализации врага в учебном пособии для снайперов ркк а так и было записано один снайпер в состоянии решить проблему наступления противника два исход боя а три-четыре снайпера могут обратить ход войны в обратную сторону тем не менее при столь серьезном подходе среди советских стрелков существовал негласный кодекс чести и благородства хоть это нигде и не было прописано официально бойцы выделяли несколько категорий если не неприкасаемых то тех в кого без особой нужды старались не стрелять медики известно что ссср не подписал женевскую конвенцию согласно которой медики признавались не комбатантами то есть входящими в состав вооруженных сил но не воюющими а это значит что требование не вести стрельбы по медицинским служащим противника было для советских солдат не обязательным к исполнению впрочем как показала история в реальных боевых условиях подобные конвенции мало что значит ведь германия бывшая подписантом документа его условий на восточном фронте не соблюдала от слова совсем есть довольно много свидетельств того как немецкие снайперы расстреливали и медслужащих и солдат которых те пытались вытащить с поля боя советскими же солдатами наоборот строго соблюдались многие положения конвенции поэтому медработников они старались не трогать если конечно те не представляли опасности это у нас санитарная служба зачастую была представлена хрупкими медсестричками а вермахте в таких частях в основном служили медбратья крепкие парни оно и понятно раненых приходилось выносить на себе в случае необходимости и опасности немецкие санитары были безжалостны благо физическая сила и оружие позволяли так что не без исключения порой перепадала и им водовозы по воспоминаниям ветеранов негласное соглашение не стрелять в тех кто привозил или приносил воду появилась в середине 1943 года во время сражения на курской дуге тем летом от жары одинаково страдали и немцы и наши война войной но оставить без воды тяжело раненого солдата для которого этот глоток может стать последним через чур жестокий поступок так как соглашение было негласным то из уст командиров частенько звучали приказы открыть огонь по вражеской службе подвоза воды команды конечно выполнялись вот только и немецкие и советские снайперы при этом почему-то часто промахивались интересный случай имел место в 1944 году в венгрии там на нейтральной территории между немецкими и советскими войсками оказалась деревенька виноделов погреба которые изобиловали вином соглашение родилось как-то само собой с вечера до полуночи спиртным там затаривались наши солдаты а после полуночи немцы вести стрельбу по врагу в это время строго воспрещалась впрочем в контексте всей войны на восточном направлении подобные случаи скорее исключения в первые годы нападения немцы не щадили никого относясь к советским солдатам и гражданскому населению как унтерменшем например в брестской крепости немцы расстреливали даже детей пытавшихся принести воды осажденным тяжело раненые добить ли обреченного на смерть тяжело раненого врага или проявить сомнительное милосердие право морального выбора каждого известный советский снайпер василий зайцев рассказывал что он и его многочисленные коллеги предпочитали таких не трогать мол даст бог выкарабкается а нет так тому и быть впрочем подспудно здесь работал и другой принцип зачем тратить пулю рискуя раскрыть себя если враг уже обречен а вот немцы порой не брезговали подобной добычей в своей книге воспоминаний за волга земли для нас не было василий зайцев приводит такой случай где-то рядом строчил фашистский пулемет трассирующие пули как вату впивались в новейшую над нами стену оврага я заметил это уже возле перископа на снайперском пункте наблюдал не ради любопытства надо обнаружить пулемет и заткнуть ему глотку если не сейчас в темноте то с рассветом обнаружить его можно было по светящейся трассе пуль но пулемет быстро умолк ко мне подошел двояшкин присел рядом во враге что-то загремело пустые консервные банки или котелки гитлеровский пулемет снова заговорил по какой цели он стреляет спросил я кто уронил котелок во враге много раненых новичков это они возле медпункта гремят котелками ответил двояшкин за подранками охотиться возмутился я и тут же решил во что бы то ни стало найти пулеметчика и продырявить ему голову корреспонденты с одной стороны в ркк прекрасно понимали что журналистика это важный элемент пропаганды с другой натуралистичные кадры с фронта могли работать и наоборот показывая весь ужас войны и вызывая в зрителях ее неприятие кроме того труд журналиста фотографа кинооператора это всегда работа на благо истории поэтому немецких корреспондентов по возможности старались не трогать лишь иногда подстреливали для острастки если те пытались снять кадры посочнее с трупами советских солдат мол с той стороны фронта убитых не меньше тех и покажите чтобы другим неповадно было в отношении наших военных журналистов немцы были менее благосклонны на фронте погибло более полутора тысяч советских фотографов операторов корреспондентов по статистике это каждый пятый представитель профессий побывавший на фронте впрочем столь большие потери вызваны еще смелостью и героизмом самих корреспондентов в погоне за яркими кадрами они нередко оказывались в самой гуще боев за время великой отечественной войны советскими операторами было отснято более трех с половиной миллионов метров кинохроники примерно столько пришлось прошагать немецким солдатам дошедшим от берлина почти до москвы и вернувшимся обратно тем немногим кто смог на этом пути уцелеть особые случаи были не только категории но и ситуации в которых во врагов обычно не стреляли так например не трогали тех кто справлял естественную нужду действительно сходить в туалет на передовой это настоящий ад и испытание да что там в туалет даже само нахождение на передовой это уже кромешный ад а ведь на войне в подобной ситуации может оказаться каждый поэтому и солидарности предпочитали дать вражескому солдату опорожниться спокойно кроме того всегда был риск нарваться на ответную стрельбу спровоцировав противника такой нелепой смертью говорят это правило соблюдают на войне и по сей день не трогали обычно и курильщиков а ведь в темноте тлеющая папироса выдавала их за много сотен метров но на войне люди учатся ценить мелкие радости и не стремятся их отнимать даже у врагов впрочем табу обычно касалась лишь солдат офицеров вермахта наши снайперы научились опознавать по элементам формы и петличкам даже в тусклом свете окурка и пощады им ждать не приходилось также под запретом были женщины и дети да и вообще гражданское население впрочем что касается последних бойцы красной армии столкнулись с ними лишь летом 1944 года когда освободили советскую территорию и воевали уже в европе до этого же вокруг были свои настрадавшиеся и натерпевшиеся что касается военных действий на европейской территории то основной доктрины советского союза была борьба с фашистскими захватчиками они против народа германии и союзных ей стран поэтому еще в начале 1945 года сталин им был подписан указ о недопущении грубого отношения к местному населению он был доведен до всех офицеров и солдат воюющих в европе командующие же фронтами ракосовский и жуков дополнительно распорядились расстреливать на месте насильников и мародеров может показаться что мы идеализируем советских солдат которые соблюдали все эти негласные правила и демонизируем гитлеровцев упирая что для них подобных рамок чести и благородства не было в качестве ответа хочется привести фразу из дневника немецкого юноши дитер барковский который тот услышал от солдата вермахта в осажденном берлине если победят советские и хотя бы на один процент сделают с нашим народом то что мы шесть лет подряд творили с ними то через несколько недель не останется в живых ни одного немца это говорит вам тот кто шесть лет сам был в оккупированных странах ну и конечно все выше описано не было непреложными правилами у каждого была возможность решать самостоятельно исходя из ситуации если враг представлял потенциальную опасность будь он медиком или водовозом то лучшего выхода чем передернуть затвор прицелиться и нажать спусковой крючок не было для того чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории россии а также разбор выдуманных мифов которые нам преподают в школе и которые звучат по телевизору подпишись на канал и поставь лайк мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю россии